Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Сварник Ольга Евгеньевна, кандидат психологических наук по специальности психофизиология, ведущий научный сотрудник лаборатории психофизиологии имени Швыркова Института психологии Российской академии наук. Окончил Южно-Орегонский университет США в 1996 году, в 2001-м аспирантуру Института психологии РАН. Ольга Сварник изучает закономерности обучения и памяти у людей и других животных, преподает дисциплины о работе мозга и связи мозга с когнитивными процессами в нескольких вузах. Она автор более 100 научных публикаций, научной монографии «Активность мозга. Дифференциация опыта и специализация нейрона» и научно-популярные книги «Мозг за минуту». Ольга Сварник в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Оля. Я напомню, что наша программа посвящена человеку, объекту биологической эволюции. Начать эту программу я хочу с короткого представления результатов первого в своем роде исследования на людях, которые только что опубликованы в Journal of Cognitive Neuroscience, и они согласуются с данными, которые ранее были получены на животных. О чем речь? Завершилось полувековое исследование ученых Технологического института Вирджинии Пенсильванского университета, которое показало, что благотворное влияние, оказываемое богатой обучающей средой, на развитие мозга ребенка в первые пять лет его жизни, спустя 40 лет еще проявляется. Но они отслеживали методами визуализации, они отслеживали развитие различных структур мозга в ответ на, как там написано, лингвистические когнитивные стимулы, буквально начиная с шестинедельного возраста. То есть, говоря простыми словами, если начать с ребенком заниматься с шестинедельного возраста, как-то интеллектуально его пытаться развивать, то можно отследить, судя по этому исследованию. Исследование началось в 1971 году, 50 лет назад. Сейчас подвели итоги и обнаружили, что, помимо прочего, у бывших вот этих вот детей группы раннего обучения, которые уже стали взрослыми, у них, помимо прочего, увеличены размеры всего головного мозга, включая кору, по сравнению с контрольной группой, то есть тех детей, которые 50 лет назад были просто брошены на произвол судьбы, и никто ими не занимался. По-моему, этот факт интересен сам по себе, что вот за 50 лет сменились поколения ученых, исследования, его дизайн остался, и они вот сейчас подвели итоги и опубликовали. Что представляет собой обучающийся мозг? Что такое обучение с точки зрения психофизиолога? Пожалуйста, Ольга, вам слово. Спасибо. Я так вот сразу на ваш вопрос, наверное, не смогу ответить, потому что это потребует очень большого времени. Что такое обучение с точки зрения мозга? Но это вопрос прямо ко всей презентации, ко всей сегодняшней программе. Всему моему рассказу, совершенно верно. И это очень здорово, то исследование, о котором вы рассказали, прям действительно потрясающе, что столько лет, да, и всё это происходило. Я сама этого исследования не читала о нём, и было бы, конечно, очень интересно посмотреть, то есть что они брали в качестве контроля. Вы сказали, что по сравнению с брошенными детьми, по сравнению с теми, кто, как правило, не брошен. Ну, я могу ссылку прислать. Это будет очень интересно. Спасибо. Я попробую во время всего своего рассказа как раз коснуться вот тех вопросов, которые в том числе, наверное, задавали исследователи во время этого лонгитюда, который вы описали. И мне кажется, что один из очень интересных вопросов, который меня, в частности, очень беспокоит, заключается в том, что мы интуитивно воспринимаем какое-то окружение, в котором живём, как время, разделённое на три большие части. Мы ощущаем, что что-то будет впереди, у нас есть какое-то будущее, мы, кажется, можем припоминать что-то из нашего прошлого, и, безусловно, мы всё время ощущаем себя в чём-то, что мы привыкли называть настоящим. И очень интересный вопрос, который, мне кажется, нелегко решить, это как все эти привычные нам три куска времени представлены в мозге. И, судя по каким-то статьям, которые можно легко обнаружить в таких довольно известных всяких базах данных, это вопрос, который беспокоит очень многих. И очень часто можно встретить, например, такие названия, как память о будущем, или, наоборот, припомненное, настоящее. То есть попытки соединить разные времена и попытки как-то продемонстрировать или найти какую-то аргументацию в пользу того, что это не так просто разделить в мозге прошлое, будущее и настоящее. И даже наоборот, я хочу подчеркнуть, что на самом деле то, что происходит у нас в мозге, как мне кажется, во всяком случае, связано только с будущим, а не со всеми этими тремя кусочками, на которые мы привычно делим то время, которое мы ощущаем всем своим существом. И я хотела начать с очень известных нескольких таких, ну, как бы, заметок. И в частности, вот здесь приведена беседа между очень известным психологом Эндельм Тульвингом и одним из его пациентов, который страдал от амнезии. И был не в состоянии припомнить что-то из нашего прошлого. Вообще, как бы, нам кажется естественным, что наш мозг хранит наш прошлый опыт. Мы привыкли, что что-то, что с нами произошло, мы можем к этому мысленно вернуться и достать, как бы, из памяти наше прошлое. Но оказывается, что одновременно у пациентов, которые страдают от амнезии, наблюдаются еще какие-то сложности с описанием их будущего. И здесь такой вот коротенький фрагмент, один из самых ярких, как мне кажется, когда Тульвинг просит его ответить на очень простой вопрос, что вы собираетесь делать завтра. И он очевидно понимает этот вопрос, и он может его повторить, то есть он вот сейчас непосредственно недалекое прошлое помнит, но при этом он описывает, как состояние пустоты, свои попытки найти ответ на этот очень простой вопрос. И с точки зрения того, что происходит в мозге, судя по всему, это трудно, если так можно сформулировать, трудно различимые вещи. Мозг, вот если мы будем находиться внутри мозга, в состоянии различить, что он сейчас занимается прошлым или он занимается будущим. И я как раз про это хочу дальше тоже поподробнее поговорить. И несколько относительно недавних исследований, то есть если тульвинг, это уже довольно старые такие наблюдения, очень известные. И естественно, что пациент, который вот я здесь упоминала, это не единственный. Но вот несколько современных исследований, например, пациенты с болезнью Альцгеймера, тоже, ну, фактически все или очень многие люди знают, что это пациенты, которые страдают от потери памяти. И это прогрессирующая потеря памяти с определенным временным направлением, можно так, наверное, сформулировать. Но оказывается, что если у них брать интервью относительно их прошлых событий, относительно будущих событий, то вдруг оказывается, что пациенты с болезнью Альцгеймера, вот это здесь серые столбики, по сравнению с относительно здоровыми, испытуемыми приблизительно такого же возраста, оказывается, что как про прошлое, так и про будущее дают гораздо меньшее число деталей. То есть они не описывают это настолько подробно, насколько вообще в норме мы можем мысленно вернуться в прошлое или мысленно пропутешествовать вперед и можем описывать наш опыт довольно подробно. Причем, что совершенно удивительно, это то, что наблюдается корреляция между количеством деталей, которые один испытуемый может про прошлое вспомнить и коррелирует с количеством деталей относительно каких-то будущих эпизодов. То есть если мы предполагаем, что и для того, и для другого нам нужен мозг, то очевидно, что здесь что-то очень сильно пересекается во всех этих исследованиях. И тоже пациенты с амнезией, тоже совсем недавнее исследование 2018 года, оказалось, что пациенты с амнезией и мысленно, вот свободно, спонтанно, мы очень часто мысленно путешествуем в разные времена. И оказывается, что у них есть тенденция оставаться вокруг того, что можно было бы назвать условным настоящим. То есть совсем недалеко, но сегодня и совсем недалеко вперед, но тоже сегодня. В отличие от спонтанных мыслей, которые возникают у обычных людей, когда они обращаются к каким-то событиям пятилетней давности и вперед, по крайней мере, на несколько месяцев. Глубже гораздо. Да, гораздо глубже, чем вот красные столбики. Мы видим, что это где-то вокруг. Сегодня, да. Сегодня, да, вот буквально сегодня. То же самое можно сказать про сновидение. Ведь наш мозг во время периодов сна фактически повторяет своей активностью то, что происходило с нами в недалеком будущем, в недалеком прошлом. Я не знаю исследований, но предполагаю, что здесь могут быть относительно будущего подобные какие-то вещи. И сновидение это очень часто компиляция того, что с нами случилось. И мозг, судя по всему, меньше обращается к таким событиям, прошлым ли, воображаемым ли, но и во время сновидений тоже. То есть это все реактивации, которые происходят в мозге, повторение каких-то рисунков активности, оно, судя по всему, снижено и во время сна тоже, что неудивительно. Здесь вот тоже пациенты с амнезией относительно здоровые. И видно, что и частота сновидений, и детальность сновидений тоже очень существенно снижается. И, конечно, если рассказывать об обучении, о памяти, невозможно не упомянуть самого известного пациента Эйчем, который умер несколько лет назад, звали его Генри Моллесом. И это известная история у него во время операции, произведенной где-то в середине прошлого века, он потерял способность что-либо запоминать. И очень часто этого пациента описывают как потерявшего гиппокамп и, соответственно, потерявшего возможность приобретать какие-то новые знания, умения и так далее. Но если обратиться к самим первоисточникам и его исследовать в течение десятилетий, то на самом деле пострадал не только гиппокамп, пострадали еще картикальные структуры, связанные с гиппокампом. И те особенности, которые появились у этого пациента, они тоже не такие простые, как было принято думать. Известно, что он как бы не мог воспроизвести то, что с ним случилось после операции, он не мог помнить, например, эпизод того, что умерли его родители в какой-то момент. Но при этом интересно, что он ощущал, что я... Ну вот про отца он, например, говорил, что у меня вот есть такое ощущение, что он уже не с нами. При этом он сами эпизоды действительно вспомнить не мог. Но что интересно, он мог воспроизвести воспроизвести вот как в 77-м году, так и в 66-м планы дома, в котором он жил уже после операции. То есть здесь получается вот этот реальный план, это то, что он смог воспроизвести в 66-м, в 77-м. Это вполне как бы... Ну, в общем, мало отличается. Мало отличается. Интересно, что в 77-м он жил уже в другом месте, и вот планы того места он воспроизвести не мог. И получается, что с одной стороны мы как бы говорим, что это не просто история о прошлом. Ведь он, получается, что мог чему-то учиться. Он запомнил этот план, он даже может его воспроизводить спустя какое-то время. И история, как мне кажется, с этим пациентом, она совсем не такая простая, как очень часто представляется, что у него ввиду отсутствия гиппокампа вдруг потерялась возможность что-то запоминать. И он не мог чему-то обучаться. Но здесь как бы очень много интересных деталей, которые сами могли бы стать, мне кажется, такой темой отдельного совершенно разговора. Очень люблю эту историю. И еще один момент, который кажется очень, в принципе, тоже естественным и понятным про связь обучения с прошлым и с тем, что происходит в мозге. Это вот уже мое животное в лаборатории, которое мы обучали довольно простому такому навыку. нужно было нажимать на педальку вот здесь и из этой кормушки какую-то еду, значит, находить. И сегодня неудачный день для этого животного, потому что сегодня все это выключено, и нужно догадаться, что теперь нужно нажимать на эту педаль и есть из этой кормушки. Совершенно естественно, что животное начинает делать то, что оно знает, нужно делать. То есть мозг обращается естественным образом, как мы могли бы себе представить, к прошлому. Затем, спустя какое-то время, животное обнаруживает, что это вот 10 минут прошло, животное обнаруживает, что теперь еда будет здесь, но еще не знает, что нужно нажимать на эту педаль. И возвращается опять мысль, даже не мысленно, уже в реальности к той стороне, которая сегодня не работает, как будто бы еще раз себя спрашивая, а точно не работает? Вроде я помню, что должно работать. И это какое-то совершенно удивительное такое поведение, которое демонстрирует, что мозг обращается к какому-то прошлому для того, чтобы применить это, что-то сделать сейчас и найти, как это все сейчас должно работать. Но интересно, ведь что получается, когда животное обнаруживает, что это прошлое не работает, то начинается очень активная конструкция. И эта конструкция связана с некоторыми предположениями, я не хочу сказать осознаваемыми, вот я на этом не настаиваю ни в коем случае, но с какими-то конструкциями, которые, судя по всему, создает мозг относительно будущего. и происходят какие-то компиляции, какой-то сбор, а что если я сделаю вот это, а потом проверю здесь, а что если вот это, а потом вот так, и так далее. Что происходит в мозге? И, конечно, мы не можем показать на мозге, что у нас есть вот эта часть, которая отвечает за прошлое, например, эта часть, которая отвечает за будущее, очень заманчивая. Вот это наше настоящее, подобно тому, как вот в существующих, ну, наверное, теряющих уже такую некоторую свою актуальность структурно-функциональных подходах, можно было бы расположить, что у нас есть разные части, которые за что-то отвечают. И это очень естественное, как мне кажется, поведение исследователей, начиная с периодов 100-150, а может и больше лет назад, как начали изучать, мы видим, что здесь есть... С развитием нейрохирургии особенно. Совершенно верно. Мы видим, что есть какая-то закорючка вот здесь вот, значит, она за что-то отвечает. Это очень естественное такое поведение исследователей. И очень большое количество до недавнего времени, но и сегодня тоже, можно было видеть в учебниках по какой-нибудь когнитивной нейронауке вот подобных каких-то схем, в которых разные куски отвечают за что-то, и наша задача просто понять, что за что отвечает. И я поставила вот сюда схему, на самом деле, которую я просто стерла, что обозначено в этих прямоугольничках. Поставила схему очень известного нобелевского лауреата Джеральда Эдельмана, который, на самом деле, отставил, у него есть несколько интересных видео на эту тему, идею, что мозг не работает таким образом, что мы не можем сказать, что вот это блок, как в компьютере, отвечающий вот за это, за это или за что-то еще. И, конечно, еще раз хочу сказать, мы не видим блоков, которые связаны с нашим прошлым, то есть какого-то хранилища, где мы достаем, куда мы закладываем, такой шкаф с полками, и, может быть, какое-то рабочее пространство, хотя такое представление существует, в котором это как-то актуализируется и как на экране выводится для нашего с вами просмотра. И мне очень интересно показалось упомянуть, что за последние буквально где-то 20 лет стало меняться даже то, как мы графически в статьях описываем работу мозга. Если посмотреть, ну вот я здесь сделала два примера, которые чуть-чуть позже я покажу, что эти авторы сегодня рисуют в своих научных статьях. Здесь вполне такое стандартное расположение разных частей мозга. Блок-схема. Да, блок-схема. Есть у нас стрелки, они как бы символизируют обмен информацией какой-то. И вот такая вот блок-схема в данном случае. Это Сусума Танигава, Нобелевский лауреат. Схема того, как выглядит запоминание или обучение в мозге мыши. И буквально получается где-то вот 20 лет, как я сказала, и даже графика в статьях, вот это, кстати, группа Фрэнкланда, на предыдущем слайде был его тоже, блок-схема, которая демонстрирует, как мне кажется, очень интересные изменения. Значит, прежде всего оказывается, что мы не можем выделить никакую структуру, которая за что-то отвечает. В ней всегда есть клетки, которые связаны с самыми разными вещами. Здесь у нас кора, зубчатая фасция, миндалина. И из каждого места в нашем мозге какая-то часть красных вот этих нейронов, те, которые сейчас работают, это такая распределенная по мозгу сеть. И именно она это то, что сейчас мышь запомнила. И если, то, что она сейчас переживает, если мы говорим о том, что происходит дальше, то когда мышь находится уже у себя дома, то активность той же нейронной сети или той же нейронной группы, но с меньшей частотой, бледнее, да. И когда мы помещаем мышку там, где мы ей наносили такое вот электрокожное раздражение, то оказывается, что это приблизительно та же самая нейронная группа, которая участвовала здесь вот в этом непосредственном переживании. И таких примеров на самом деле довольно много. можно было бы сказать, что здесь, например, про миндалину. Очень многие знают, что она вовлечена в эмоциональное поведение, но внутри нейроны разные, они вовлечены в разные сети. И я хотела два слова сказать про Ивана Петровича Павлова, который вот здесь, к сожалению, моя фотография не очень хорошего качества, здесь не очень хорошо переданы цвета. Я делала эту фотографию в музее Ивана Петровича Павлова в Рязани и обратила внимание на удивительную вещь, что сам Иван Петрович Павлов в своих экспериментах видел фактически, что перемешанное вот то, что он называл центрами, он не имел возможности заглянуть под черепную коробку, у него была возможность только, как он мечтал, и увидеть активность. Он мог разрушать какие-то части и смотреть, к чему это приводит. И в соответствии с его экспериментами, вот здесь вот у нас есть зеленые разбросанные, это то, что связано с возможностями зрительными. Голубое тоже разбросано, вот голубое и здесь встречается, и здесь, да, связано со слуховым, коричневое, по-моему, кожаномеханические или красное кожаномеханические, в общем, разные вот эти анализаторы, то, что он называл. И можно видеть тоже, насколько эти цвета перемешаны здесь. И как удивительно, рядом в музее находится уже вполне как бы четкая схема, которой на самом деле мы не можем ни в мозге собаки, ни в мозге человека показать, что вот здесь у нас есть такой центр, здесь у нас есть там зрительный центр, потому что вы видите, что даже и зеленые, и голубые, и все они были перемешаны. Это экспериментальные данные, которые просто затем, ну, видимо, как игра в испорченный телефон, упрощались, упрощались, и мы стали думать, что это такая вот простая схема. На самом деле, конечно, конечно нет. И сейчас вот это представление, что любое место в мозге это какие-то разные нейроны, они могут быть разным цветом, они ему отвечают за разные, они связаны с разными местами и так далее, это очень активно как бы используемое такое графическое представление. Если мы посмотрим на мозг человека, то его активность, вот я сейчас остановлю в какой-то момент, так, чтобы было видно, что это симуляция, но все-таки здесь вот разными такими точечками представлены отдельные нейроны и они в любой момент времени активируются. Мы в любой момент времени видим, что много распределенных по всему мозгу нейронов, которые сейчас вместе что-то делают. Не бывает так, что загорелось вот здесь, потом перешло сюда, потом перешло сюда и так далее. Мы научились заглядывать под черепную коробку и не увидели вот таких вот работающих зон. Мне кажется, это принципиально важно для понимания. Переключающихся. Потому что ведь если мы хотим понять, как это работает, особенно, как это связано, где прошлое, где то, что мы сейчас переживаем, что такое будущее для нашего мозга, то мы вынуждены иметь в виду, что в любой момент времени мы видим вот такую распределенную нейронную группу, которая сейчас что-то делает. Еще раз хочу сказать, это симуляция. Если мы у человека так не умеем смотреть, можно такие вещи делать, например, с маленькими рыбками, которые помещаются под микроскоп, и можно вот наблюдать за тем, как подобным образом ведут себя нейроны рыбки или вот нейроны, например, такой вот мышки, которая помещена в такую виртуальную среду. Она здесь как-то перемещается, куда-то движется, и при этом вот здесь у нас то, что происходит в этот момент в мозге. Каждая такая светлая пятнышко это какая-то нейронная группа, и вот если я остановлю в какой-то момент, можно тоже среди множества неактивирующихся сейчас нейронов выделить ту группу, которая сейчас связана, например, с тем, что животное пробегает мимо вот этого полосатого паттерна в своей такой вот виртуальной среде, в которой она помещена. И самое интересное, наверное, самое важное, о чем я хочу сказать, это то, что эти нейронные распределенные группы, они не просто так, они не случайны. Если я сейчас разговариваю о нейронах, то у меня активируются те нейронные сети, которые связаны с моим знанием о работе мозга, о нейронах и так далее. Именно ваши, у меня в это время другие. Да, потому что опыт тоже различается, конечно, абсолютно точно. И есть огромное количество интересных экспериментов, в которых было показано вот такие вот специализации нейрона, связанные с определенной деятельностью. Например, нейрон, который активируется тогда, когда крыса смотрит в определенную сторону, как вот здесь каждая вертикальная палочка потенциал действия, то есть одна активность этого нейрона, когда она отворачивается, то нет таких палочек, не активируется нейрон. Это то, как это выглядит в учебнике под названием поведенческая нейронаука. А в оригинальной статье 71-го года Джона Акифа Нобелевского лауреата 2014-го года на самом деле с трех других сторон была помещена занавеска. И для животного, когда мы видим, что у него есть нейрон, который активируется, когда он смотрит в эту сторону, это совершенно неудивительно, потому что с трех других сторон для него сейчас ничего не происходит. И это, наверное, не такой простой алфавит, что у нас есть нейроны смотреть прямо, налево, направо и так далее. Это все-таки связано с каким-то смыслом для живого организма. И можно было бы предположить, что как раз с этой стороны находится Джон Акиф вместе со своим аспирантом Достровский. И вполне вероятно, что это может быть и нейрон, который связан в том числе и с ними. Именно с ними, да. И вот еще одно очень такое, как мне кажется, правильное и понятное графическое изображение того, что мы можем находить в мозге, это вот Кирога и компания с известными исследованиями мозга человека с помощью микроэлектродов, это плантация электродов пациентов и регистрация активности нейронов в разные моменты, происходящие с этими пациентами. Можно что-то показывать, их можно просить что-то вспоминать и так далее. И вот можно сказать, что если мы заглядываем в мозг, то мы видим какие-то распределенные нейронные группы, которые, ну, скажем так, специфически работают, когда мы предъявляем изображение Люка Скайуокера из «Звездных войн». Или когда мастер Йода. Мастер Йода, да. И, например, если мы микроэлектродом попадем вот к этому нейрону, то окажется, что он и в том, и в другом случае. Мы могли сказать, ну, может быть, это просто связано с фильмом «Звездные войны». Но есть и специфические. Например, Йода, вот этот нейрон активируется только в одном из этих случаев, но не когда мы показываем Люка Скайуокера. И, конечно, все люди различаются тем, какой опыт у них есть. Соответственно, такие у них и есть нейронные группы. И вот мои студенты по мотивам моих лекций несколько лет назад нарисовали мне такую картинку нейронного ансамбля. И можно было бы представить, что в мозге у нас играют разные такие джаз-банды, которые специализируются на чем-то своем, импровизируют, создавая в мозге некоторую такую реальность, что ли, которая на самом деле, как мне кажется, может быть все-таки одновременно связана как с интуитивно понимаемым будущим нами, так и с прошлым и в то же время переживаемым настоящим. То есть настолько, если мы регистрируем эти нейронные группы и смотрим на то, что сейчас происходит в мозге, оказывается, что это вещи очень трудно разделимые. То есть если я вспоминаю про Звездные войны, это нейронная группа, связанная, вот как, например, здесь было там с Люком Скайуокером. Если я начинаю фантазировать на тему, например, какого-то следующего фильма, где был бы Люк Скайуокер, то это будет похожая нейронная группа. И в то же время я сейчас об этом могу говорить, я могу это сейчас представлять, я сейчас это переживаю. Получается, что это для меня некое такое субъективное настоящее. И обучение с точки зрения нейронов это появление как раз вот таких нейронов, которые специфично теперь на что-то с чем-то связаны и за что-то, может быть, отвечают. Это одно из моих тоже любимых исследований, когда британские ученые, как сейчас принято говорить, экспериментировали на овцах, регистрировали нейроны, которые связаны с определением определенных запахов. Ну и естественным образом было обнаружено, что овца больше всего думает в кавычках, если так можно сказать, о еде. Да, совершенно верно. А интересно то, что эта овца беременна, и они продолжают регистрацию после того, как у нее появляется ягненок. И если до момента, пока она не познакомилась со своим ягненком, у нее не было ни одного нейрона, связанного с ягненком, то теперь мы видим, что как раз большая часть нейронов, обнаруживаемых у овцы, это нейроны, которые связаны с ягненком. И большая часть этих нейронов, это те нейроны, которые связаны с запахом собственного ягненка. Собственного. И опять же, с одной стороны, получается, что эта овца выучила в прошлом, и она как бы это реактивирует сейчас, и в то же время можно было бы сказать, что в некотором смысле это о будущем, потому что в момент регистрации она на самом деле не имеет доступа к ягненку. И получается, что мы опять видим по активности этих нейронов, насколько это трудно разделимые для мозга вещи. Потому что мы могли бы описать как прошлое, как настоящее, и в то же время как некая реконструкция какого-то возможного будущего. И мы действительно подходим к любой ситуации обучения. Это рисунок из книги моей под названием «Активность мозга». И я использовала всего пять рисунков во всей этой книжке, и мне показалось, что это и то много. И рисунок там, собственно, один, немножко различается то, что я хочу сказать. И можно представить любую ситуацию обучения, как мы подходим с каким-то прошлым опытом. Вот, например, у нас есть какая-то группа нейронов, которую мы могли бы назвать один. Вот красная штучка, это такая моя, наверное, не очень удачная попытка обозначить потенциал действия, то есть момент активности. Вот есть какая-то распределенная такая группа. Вспышка. Вспышки, да, они одновременно так дают, как вот на том мозге, что мы видели. И момент, когда это что-то не подходит, совпадает с тем моментом, что у нас к этой группе примыкают какие-то другие нейроны тоже в своей активности. Тут может быть тема отдельного разговора, что это за нейроны, откуда они взялись и так далее. Но тем не менее, получается, что эта группа дополняется, и теперь мы видим, что они теперь работают чуть-чуть в новом составе. И опять же, это почти непрерывная ситуация. У нас ведь не бывает, чтобы что-то повторилось из нашего, какой-то момент жизни нашей прошлой, прям один в один. Ну, конечно. У нас всё время, мы не можем войти в одну и ту же реку дважды, у нас всё время чуть-чуть что-то по-другому, даже когда нам кажется, что нет обучения. И активность мозга тоже немного меняется. И мы, получается, всё время достраиваем, модифицируем, реконструируем те нейронные группы, те ансамбли, чтобы они играли чуть-чуть, может быть, другую мелодию, так, чтобы подстроиться, иметь возможность модифицировать какую-то модель взаимодействия с окружающей средой. И в первую очередь, как я сказала, активируются при новом обучении нейроны какого-то прошлого опыта, и у нас происходит реконструкция. И мы интересным образом сопоставляли, что происходит с крысами при таком обучении, и что делают люди, когда мы помещаем их в аналогичную ситуацию. Только они уже у нас работают не за сыр, так же, как во многих других экспериментах с испытуемыми мы за участие в эксперименте платим небольшие деньги. И предлагается такая вот компьютерная игра, в которой нужно, машинка здесь перемещается, и нужно завести машинку в гараж. Но чтобы испытуемому понять, когда откроется гараж, ему нужно проехать по дорожке и пользоваться какими-то правилами, которых он не знает, ему нужно установить. И подобно тому, как это мы делаем с крысами, когда они выучили, что на одной стороне все работает, мы все выключаем, то же самое мы так делаем с испытуемыми. Им нужно понять, что нужно ехать на вторую сторону. И вот так же, как мы видели сейчас с животным, что она возвращается на первую сторону и проверяет работу. А вдруг? А вдруг? А вдруг? Мы обнаружили, что то же самое делают и человек. И не все даже обращают на это осознанное внимание. И если мы их спрашиваем, то они не припоминают, что как только они уже выяснили, что на новой дороге все то же самое, надо в новый гаражик ставить машину, они возвращаются на ту сторону, которая работала не так давно. Не замечают, что они так делают, что проверяют. А иногда замечают и говорят, ну как же, надо же проверить, это же работало. И еще раз хочу подчеркнуть, что вот это обращение к прошлому, это одновременно какая-то реконструкция и подстройка к некой текущей ситуации. Мне кажется, здесь было бы интересно еще как-то это увязать с индивидуальными особенностями. Ведь, наверное, все не одинаково, Абсолютно точно. Все же по-своему вот пытаются к новой ситуации приспосабливаться. Абсолютно точно. Вот с чем это коррелирует вообще? Ну мы пока только установили... Но это отдельная... Да, безусловно. Да. Пока только установили, что есть с возрастом интересная связь. Если у нас, не у людей тоже, а про животных, что животные, которые у нас мы использовали порядка двух лет, 24 месяца было животным, достаточно пожилой такой же возраст, они достоверно чаще возвращаются на старую сторону. Вот как есть... Ну старая собака новым трюком у меня это все время в голове было. Получается, что они настаивают на прошлом опыте снова, снова, снова и снова. И вот очень интересный момент как раз с точки зрения нейронов. В чем здесь особенности? Есть некоторые особенности, но это тоже тема очень такая обширная. И еще на один момент хочу обратить внимание, что во многих-многих исследованиях показано, что обучение на самом деле это развитие не просто активности определенной нейронной группы, да, с этой добавкой. Это еще и опережение активности. И в этом смысле, вот я только одно исследование привожу из нашей лаборатории, Швырков, 73-й год. Здесь кролик обучался, что после вспышки света идет электрокожное раздражение. И они регистрировали электроэнцефалограмму, вызванные потенциалы в зрительной коре, в соматосенсорной. И на вспышку света в соматосенсорной коре развивается потенциал, даже получается несколько раньше, чем в зрительной, хотя это только еще лампочка. То есть, и мы бы так, любой, у кого есть какие-то домашние животные, конечно, сказал бы, ну, конечно, кролик знает. То есть, и Иван Петрович Павлов это давно показал, и что и собака знает, что там зажегся свет, значит, там сейчас будут или одно, или другое. Это мы легко выучиваем. Но интересно, что мозг демонстрирует опережение. И вот эта интересная идея, что мозг не хранилище для обработки информации, что мозг, это не шкаф, куда мы сложили то, что с нами было, и иногда можем это доставать. Скорее, можно описать мозг как некое устройство, которое все время опережающе предлагает некоторые модели, которые позволят нам справиться с ситуацией, которая будет в будущем. вот-вот, или может быть чуть-чуть позже, и может быть не чуть-чуть, может быть через несколько лет. И идея это не новая, конечно, я здесь привожу такие как бы умозрительные заключения очень многих людей, в том числе учеников Ивана Петровича Павла, в том числе Петра Кузьмича Анохина, которые по-разному это формулировали. И, конечно, если разбираться в деталях, то это могут быть и, безусловно, и разные представления. Но здесь очень важна вот эта вот суть, что наш мозг живет опережающе. Иначе бы мы опаздывали. А в современных сейчас работах очень многих можно встретить, что мозг это опережение, мозг это предсказание, вот и так далее. И здесь совсем прям недавняя работа, я не так давно ее нашла, вот 20-го года и вышла прям вот в прошлом году. И название можно было бы перевести как предсказание основанное на нейронных репрезентациях событий, опережающих сенсорную информацию. То есть это экспериментальные факты, которые сейчас позволяют говорить о том, что это все сначала рождается в нашем мозге. основанное все-таки на опыте. Безусловно. База опыта. Безусловно, да. Но тут очень важно вспомнить вот этот вот мозг, где загораются лампочки фиолетовые, потому что когда мы на него смотрим, мы можем говорить это зажглось прошлое или это модель на будущее. Или это то, что сейчас непосредственно переживается. И еще раз хочу подчеркнуть, получается, что мы имеем основания описывать это и первым, и вторым, и третьим способом. И мы привыкли так в языке. Для нас это естественно. Ну да, так удобно. Это удобно, да. Мы понимаем друг друга. Это было вчера, это будет через неделю. Но все-таки если мы обращаемся к нейронным основам всех этих наших возможностей, то оказывается, насколько это похоже. Если попытаться копнуть глубже, вот в начале вашей презентации у меня возникла мысль, что мозгу все равно прошлое или будущее просто работает. Сейчас, прослушав это все, у меня как-то сформировался как стрела времени все-таки. Ему не все. У него стрела времени. Он все время идет как-то... Прошлое это прошлое, и новое это уже совсем новое, а завтра будет еще новее. Мне кажется, он обращен в будущее. Да, вот стрела времени, та самая пригожинская. И вы знаете, вот если подумать, а такие работы тоже время от времени появляются, ведь мы, если играем в какие-то игры, где что-то ловим, ведь мячик какой-нибудь, ведь мы его ловим или отбиваем. И мы пытаемся увидеть, где он будет сейчас. Мы его ловим там, где мы его не видим. Если бы мы его ловили там, где мы его видели, то мы бы не могли этого ничего сделать. Мы его не поймали бы, да, мы на опережении. Да, мы все время на опережении. И мне кажется, это совершенно фундаментальная какая-то возможность, фундаментальная возможность представлять себе будущее. И я думаю, что мы все, может быть, различаемся этой нашей возможностью. Я очень часто говорю своим студентам, вы вот здесь сидите, слушаете о том, как работает мозг, но вы представляете себе, как вы получаете диплом. Вы, собственно, приходите сюда, чтобы через много лет найти это подкрепление вашего сегодняшнего поведения. Представить себе, что такие мысли могут рождаться, ну, скажем, у собак, мне на самом деле довольно сложно. И я даже думаю, что может быть невозможность представить некоторое такое достаточно, может быть, не очень отдаленное будущее типа сегодняшнего вечера, и что скажут родители, когда вернутся. Да, это вот отличает нас. Мне кажется, что да. То есть вот эта вот возможность насколько предсказывает. Да, вот он тут разодрался и сидит себе спокойно совершенно, да. Да, есть такое. Ну, это в качестве, как мне кажется, такой могло бы быть интересной гипотезы. Насколько мозг в состоянии опережать и насколько предлагаемые мозгом модели могут содержать в себя более отдаленное будущее или менее отдаленное будущее. Если мы говорим о человеке, то получается, это целые пласты будущего. И то, которое непосредственно сейчас будет вот оно прямо здесь, и то, которое будет через час, и через два, и через еще какое-то время. это требует экспериментального такого довольно интересного исследования. Таким образом, вот подытоживая как раз весь мой рассказ, наверное, можно было бы сказать, что мы одновременно можем использовать как бы разные вот эти вот углы, с которых мы смотрим на работу мозга. Мы не можем отрицать, что прошлое хранимо, скажем так, на уровне поведения. Мы не можем отрицать того, что будущее реконструируется и непрерывно. Мы наблюдаем и то, и другое. И, конечно, мы все время чувствуем настоящее. Но если мы обращаемся к тому, что происходит в мозге, то, как мне кажется, это непрерывная игра активности разных нейронных групп, предлагающих или, может быть, даже переживающих будущее, разной степени удаленности. И мне кажется, что если бы мозг не предлагал нам такой возможности, то мы бы не успевали. Мы не могли бы выжить. Это какая-то такая вот особенность, которая и позволяет нам, может быть, быть более успешными в каких-то наших... Эволюционные достижения, вообще-то, да. Потому что иначе мы не выжили. Наверное, как-то так можно было поднестись к мозгу. Похоже, что так. Меняем наше будущее. Ну, то есть, кто лучше попадет в то, что произойдет в будущем в мозгу, тот молодец. И кто правильно подготовился. Потому что, если вы подготовились к одному, а оказалось что-то совсем другое, то вы можете и не заметить что-то, и пойти не туда, и еще как-то. так что это вот такая... Ну, как говорил Фрэнсис Крик, вот это наша как бы реальность, это фокус, который показывает нам наш мозг. Мне не очень нравится вот это сопоставление мы и наш мозг, потому что это, естественно, не таким образом. Немножечко искусственное. Да, безусловно. Не, ну, потом... Но все-таки фокус... Когда я такое слышу, мне хочется поспорить, потому что, ну, по улице идет трамвай, там, сто человек в него сядут, да? Ну, я же его не придумала. Он же есть, вот он подошел, он в расписании. Это сразу его вообразили сто человек. То есть я очень приземленно так вообще мыслю. Безусловно, но одновременно можно было бы сказать, что там произошло еще миллиарды других вещей, которые мы не заметили. Это, да. У каждого своих. У каждого своих, да. Но трамвай – это реальность. Ну, отдельный тоже интересный мог бы получиться разговор. Исходя из всего того, что я знаю о мозге, не знаю, иногда мне хочется сказать, что у меня нет доказательств, вот прям таких вот, что мы не в фильме «Матрица», например. Но я остаюсь в рамках, да, реальности. В рамках реальности, в рамках позитивного знания. Да, да. Спасибо большое, Оля. По скриптам я хочу задать вам вопрос, который ко всему сказанному имеет отношение, может быть, косвенное, может быть и нет. На самом деле я цепляюсь за одно единственное слово. обучение. Но это вопрос, который обязательно бы вам задали, если бы вы оказались на каком-нибудь федеральном сейчас телевидении. И это вопрос, который сейчас интересует всех, а потому я не могу его не задать. Ну, вы поймете, о чем я, хотя, может быть, это не так глубина, как все то, что вы представили. он касается того, есть ли разница в онлайн и оффлайн обучении. Это сейчас очень горячая тема, поскольку весь последний год и даже больше многие перешли на онлайн, и обучение онлайн, как бы коммуникации, они стали частью уже жизни такой, больше, чем оффлайн. С точки зрения психофизиолога, с точки зрения обучающегося мозга, я даже поставлю вопрос не так, есть или нет. Должна ли быть разница в этих процессах обучения? Разница, конечно, есть. Вот если исходить из всего того, что я описывала, то получается, что любой момент обучения, ну, конечно, мы имеем в виду период обучения какой-то, да, вот мы как-то сейчас что-то услышали, тут дополнили, тут новая информация. Это активность, которая в мозге сейчас может наблюдаться. Получается, что если мы имеем в этот момент какую-то обогащенную среду, если так можно выразиться, то активности, по идее, должно быть больше. Если это личное взаимодействие, то это и возможность каких-то считывания невербальных моментов. Да, язык тела и прочее. Да, какие-то взаимодействия. То есть есть возможность у преподавателя пошутить, походить по кафедре, размахивать руками и прочие другие мелочи, которые на самом деле дополняют эту картину. Эмоциональные какие-то. В плане рисунка активности, безусловно, его обогащают. А получается, что обучение нам важно не потому, что мы сейчас вот что-то, а потому что мы сможем теперь иметь новые модели на будущее. Это значит, что мы сможем их использовать. Это значит, что они будут реактивированы. А проблемы с памятью, это прежде всего проблемы с воспроизведением. Тогда получается, чем богаче та картина, которая сформировала или формируется в момент обучения, в процессе, тем мы делаем доступ к этой сделанной теперь сформированной модели более легким в будущем. Ну да, потому что в зуме все статично, в общем. Если вот сопоставлять насчет, насколько это богато, как восприятие, переживание и прочее, то такая разница, безусловно, есть. Но с другой стороны, это та реальность, в которой мы живем. Она наверняка будет увеличиваться. И я одно время говорила студентам, что, наверное, нейрохирургом так стать нельзя, но рассказывать о работе мозга я могу вам через зум и чувствую себя вполне в этом смысле комфортно. И однажды выяснилось, что кто-то из студентов привел пример, что это возможно, что наверняка будут созданы технологии, когда вот сейчас... На клавиатуре. На клавиатуре. Ну, не клавиатуре, это вроде все что-то. Ну да, какие-нибудь джойстики. Так как сейчас проводятся операции. Ну, кстати, да. И получается, что сделать их дистантным... Они же фактически за монитором, да. Тоже, наверное, будет, конечно, возможным. И тогда я уж не знаю, какой пример привести, что нельзя будет делать дистантно. Мне кажется, что эти технологии должны как-то обогащаться. И вот этот недостаток, о котором я сказала... Раскрашиваться как-то все-таки, да. Может быть, будет преодолен в какой-то момент. Очень интересный был ваш рассказ. Оля, приходите к нам еще. Спасибо. Мы будем очень рады. Большое спасибо. До свидания. До свидания.